А вот в Челябинской области открыли школу только для женщин. Там учат искусство очарования. Что такое женский пикап, узнал Антон Чистяков. Женский пикап. Искусство чего? Соблазнять, очаровать. Слова тренера участницы семинара ловят буквально на лету. Искусством обольщения мужчин хотят овладеть все. Цели разные. Некоторые и не думают преуспеть в охоте на самца. Так называется семинар. Стремятся сохранить уже существующую семью. Другие, напротив, пытаются понять, а нужна ли им вообще вторая половина. Понять, хочу ли я замуж. Потом, нужно ли мне это? Тех, кто определился, конечно, больше. Причем покорной любви оказались все возрасты. Городскими хищницами. Наверное, стать и 18-ти и 65-ти летние. Причем некоторым хватило и нескольких уроков для женского счастья. Например, Ирина Украинская посетила всего два семинара и сразу нашла себе мужа. Тот влюбился буквально с первого взгляда. Сразу предложил ей руку и сердце. Я этого человека знала 5 лет. И тут он приезжает и говорит, мне к тебе серьезный разговор. Давай предлагаю вместе жить, зарегистрироваться. И вместе строить дом. Другая участница семинара, Ольга Каменских, заметила изменения сразу после первого занятия. Мужчины начали знакомиться с ней прямо на улице. И хотя предложение выйти замуж в ее адрес пока еще не поступало, Ольга всерьез надеется, что скоро это обязательно случится. Рассказали о семинаре, мне очень захотелось прийти. Возможно, каких-то особых проблем в личной жизни нет пока, но хочется всегда что-то больше узнать. Хочется найти свою любовь, найти достойного меня мужчины. По словам авторов проекта, более 20% женщин благодаря этим курсам уже нашли свое счастье. Эта тема очень актуальна. Женщины рвут, звонят, просят, чтобы мы проводили семинары, тренинги по женскому пикапу по всей России. Поэтому мы это делаем. Я скажу прямо, есть спрос, мы его удовлетворяем. Как говорят тренеры, их курсы несут в себе еще и социальную нагрузку. Например, с помощью таких семинаров они намерены добиться демографического роста населения в Свердловской, Челябинской и других близлежащих властях. Антон Чистяков, Павел Чумаков, События ОТВ.